Тогда прошу сюда. Перед вами образец культурно-исторического монумента под названием «Газель», который не может не радовать тем, что она заставляет человека достигать невозможного. И, наконец, Дема. Изобразите нам, пожалуйста, порыв студента против порыва ветра. Не знаю, делайте, что хотите. Стоп! Замерли, помним, да? У нас здесь с вами нет подножки. Ставь ногу обратно. И живой борт. Живенький такой, да? Живенький, живенький, да? Ну, будем надеяться, нога не сорвется, коленка не сломается. Давайте, коллега, жгите. Ай-яй-яй-яй-яй, все исчез. А теперь против ветра, дождь и грязь, да? Ну, хорошо. Все, спасибо, благодарю. Спускаемся. Теперь возьмем другое. Так, эхо, оба два. Сюда подошли, пожалуйста. Закрываем оборудование. Закрываем, закрываем. Так, хорошо. Машина куплена две недели назад, у дилера свежая. Закройте, пожалуйста, не постесняйтесь. Мы еще ехать, надо на одну точку. Работаем, работаем, работаем. Не стесняемся. Ногами, руками, зубами, что хотите, так. Я сейчас. Как еще? Вот, молодец, огурец второй. Не-не-не, надо тренироваться, руки не помнят. Ну, хорошо, спасибо. Да, это не реально. Понимаете, да? Мы просто хотим узнать, что происходит с нашими людьми последние 20 лет. А происходит следующая ситуация. У нас есть некая особенность, что не всегда людям удобно запрыгивать внутрь. Там может быть товар или груз, да? Поэтому наша с вами задача, она очень проста. Мы держим специальное устройство вот такого. и легкого формата. Ах, ты сможешь. Нет, я так не могу. Нет, я эстет, я так не могу. Это невыносимо. Пойду к тёще, возьму специнструмент и легким движением сделаю свою работу газелиста. Почему мы должны с вами это терпеть непонятно? Давайте проведем работу на шею. Что у нас есть? По факту, если я гружу коробки, стандартные коробки, полные по самой, вот не балуйся, то у меня получится, что грузить я буду их вот до сюда. Очевидно, почему, нет? Коллега, почему? Он кривый. Немножко он такой вот усеченый. Видимо, это была такая эстетика тех лет. Прошу обратить внимание на параллелепипед, который мы с вами получили в данном случае. Следующим моментом у нас является не только вот сюда занесенный борт, но еще в боковиночку он падает. И тут что получается? Получается, что если я вот так вот красиво поставлю все к борту, то я начинаю мать и так уже уставший тент. Всем понятно? Очень хорошо. Теперь смотрите, что же мне делать? А мне придется не смотреть в документы, в которых написано 199 по борту, а упираться вот сюда. Смотрим сюда. Видно, да? То есть мне придется два вот этих волшебных ящика бехеровки, прости господи. Ай-яй-яй-яй-яй, смотрите, упираются. Почему? А у нас с вами здесь еще и тут уголочек срезан. Доступно, да? То есть если я беру стандартный ящик, они у меня не проходят. Следовательно, у меня получается полезная длина вот отсюда, полезная ширина от стойки до стойки. Доступно? Запомнили? Падает, держать. Теперь смотрим дальше. Ну, конечно, некоторые особо утонченные товарищи могут рассказать о том, что здесь вот у нас закрыта солнечная вот эта вот полупрозрачная пленка тентом, которая от ветра все-таки к нам упадет на голову когда-нибудь мокрая, да? Я больше хочу вот от чего вот это происходит. Видно, да? Вот это сочленение, оно живое, оно начинает скрипеть, повизгивать, создавать на 60-ти, ну, не такие такой фоновую, альтернативную музыку. Дальше. У нас с вами присутствует хорошая вещь. Вот, если посмотрите туда, там такие чудесные ремешки. И, да, чтобы не полоскало встречным ветром, еще у нас, оказывается, надо делать такие же ремешки на первом сегменте. Посмотрите, пожалуйста, на профи. Это уже реализовано. То есть мы работу над ошибками провели, мы их занайтовали, закрепили. Чего нельзя сделать с нашим грузом вехеровки? У нас есть проблема. Я не могу это перевести к бабушке на дачу, потому что там вот такие колбовины. Ну, кроме того, что надо как-то, чтобы машина не застряла еще, чтобы это не разбилось. Как можно сделать так, чтобы ящики, стоящие внутри, не разбились? Гребите. Чем? Прошу, коллега, вы изобразите подвиг. Привязайте. Чем? Вы привяжите. За что вы будете привязывать? Вырвить в стойке к чертям собачьим? Да нет, не за что. Не за что цеплять. И это большая проблема, которую мы решили простым изящным медным. Прошу за мной. Не скрипки, да? Да, где у нас оба из ларца одинаково с лица? Эхо где? Открываем двери. Открываем двери. Головой думаем, что у нас вот здесь есть вот такая штучка. Так. Насколько тяжело? Ручку тяжело поднимать? Открывать? Там профессионал. Теперь секрет. Стоп, стоп, стоп. Секрет. Вот видите у нас такие замечательные два полустопора. Это вещи, которые нам нужны с вами. Что если мы вдруг куда-то там головой повертили при обычном открывании борта, чтобы он не вывалился, это фиксаторы, которые у нас идут из нашей природы, военной приемки и продуманности. Здесь все очень просто. Одной рукой можно открывать, причем вот так борт в сторону и она пошла вниз. Доступно? Спасибо. Разница есть, да? Теперь по поводу того, как у нас возможность есть закрепить груз. Анкерные петли с резиновыми вставочками, чтобы не грохотало, пожалуйста, смотрим сюда. Спрятаны, утоплены внутрь двухсантиметровой платформы из мебельного как это называется? По-русски? Мебельный фанер. Да, абсолютно верно. И здесь, если у меня есть диванчик, я его полностью могу прислонить, видите, да? И поэтому полезная, честная ширина у меня идет от борта до борта, поскольку мы каркас закрепили не на полу, а на самих бортовых. Теперь еще раз. Петалька. Он также зафиксирован, видите, да? На болтах и гайках, ровно потому, что мы осознаем, что, скорее всего, никто разбирать его не будет. Максимум, что сделают, отодвинут назад какой-то сегмент, который, ну, не знаю, нужен для перемещения какого-нибудь холодильника там большого, да? Но при этом мы решили проблему шума при помощи вот этих вот ремешков. И посмотрите, какая надежная конструкция. Все с вами, ничего не ломается. Теперь по поводу открытия. Вы можете увидеть здесь полное открытие и половинное, суть которых вот в этой хитрой системе ремешков. Вот, видите, да? Вот так это все происходит. Вы можете вот так это все отпустить. Вот оно буквально разносится. Отмечу толщину материала и метод его клейки и сварки в отличие от, к сожалению, имеющегося подтекающего и злохмачивающегося шва на соседнем агрегате. Попробуем. Прошу. Коллега. Хорошо. И вот внизу крючочки. Их два. Ваш нижний. Все. А верхний, да? Не-не-не. А верхний это вот на половинку если, да? И тогда он будет дотянуть. Дотянуть чуть-чуть. Он свежий еще не подмялся. Все, пожалуйста? Причем, замечу, что доски здесь, посмотрите, боковые стропила, они чуть-чуть прихвачены шурупами, потому что они как бы в постельке лежат. То есть, они могут быть легкосъемными. До сюда понятно? Вопросы есть? Пока что. Тогда финал. Мы видели, что у нас присутствует подножка, у нас присутствуют два больших упирающихся в ребра жесткости упирающихся в ребра жесткости уплотнителя. Также мы поставили два фонаря заднего хода, чтобы нас можно было видеть людям окружающим. у нас. Понятно, да? Ну и наконец-то, отвечая на многочисленные вопросы публики, я хочу сказать и напомнить вам ровно об одном. Благодарность и признание за слугу наших старых добрых автомобилей, которые работают много лет на нашу и не только страну, тех самых полноприводных и не очень буханок, уазиков, патриотов и прочих-прочих замечательных машин, мы оставили здесь задние фонари от буханки, потому что здесь это некая нотка такая золотая, нотка благодарности, ниточка такая благодарности и памяти, чтобы вы не забывали, кому вы обязаны вот этим самым ощущением, что уаз полный привод, надежность, простота и доедет. Еще есть второй пункт, благодаря чему мы сделали эти фонари сюда. Это унификация. В любой точке страны, в любом автомагазине вы найдете эти самые световые приборы, может быть, даже где-то выпущены в 75-м году, не знаю, но он стоит крайне недорого, он разборный и может быть заменен как по частям, так и целиком. Доступно? Идея понятна? Да. Володцы.